Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и сегодня на обзоре у меня долгожданное продолжение мобильного шутера и речь конечно же о Dead Effect 2. Игры подобного уровня достаточно редко выходят на мобильных платформах, и поэтому данный релиз не может не обрадовать всех, кто хоть как-то следит за игровой мобильной индустрией. Качественных шутеров на Android мало, а Sky-Fi шутеров так вообще единицы, но всё же несмотря на всё это я постараюсь не опьянеть от радости и дать трезвую оценку игре. Сюжет игры рассказывает нам о неком космическом корабле, на котором после вторжения инопланетного вируса практически все члены экипажа превратились в зомби, и теперь вам предстоит выполнять ряд миссий, зачистить его, чтобы спасти свою жизнь и жизни оставшихся членов экипажа. Прохождение сюжетной кампании займёт у вас минимум 20 часов, а дополнительное задание в случае их выполнения увеличит его ещё на 10. В начале игры вы можете выбрать одного из трёх персонажей, за которого вы будете проходить игру. Каждая из них отличается классом, оружием и способностями. В игре, кстати, присутствуют элементы RPG, которые заключаются в возможности прокачки своего персонажа, его способностей и оружия. Все эти операции вы можете осуществлять в командном центре, выполняющего роль интерактивного меню. В графическом плане игра действительно способна впечатлить, по меркам мобильных игр она выглядит достаточно хорошо. В игре также присутствуют настройки графики, если вы обладаете слабым устройством, а поиграть всё-таки хочется, то, думаю, в принципе, поставив на минималки, у вас получится поиграть с более-менее комфортным FPS. А для устройств с процессорами тегра доступны дополнительные визуальные эффекты. Правда, даже на экстремальных настройках графики я не увидел теней, да и с освещением ребята не сильно поработали. Хотя у них в планах запустить игру в январе следующего года на ПК, и возможно все эти прелести появятся там. Всё-таки мобильные процессоры пока не могут осуществлять все необходимые расчёты, чтобы реализовать данные функции в этой игре. Но за то, что касается оптимизации, то здесь всё удалось на славу. Игра идёт без лагов и прочих огрехов. И именно благодаря этому прощаешь отсутствие теней и динамического освещения. Говоря о звуке, стоит отметить присутствие качественной озвучки диалогов. И меня в ней очень порадовал восточно-европейский акцент Доктора Белика. А вот что не порадовало, так это полное отсутствие российской локализации. На геймплей это, конечно, никак не сказывается, но на понимании сюжета это всё же может отразиться. Геймплей игры мне показался немного скучным и однообразным. Но стоит понимать, что на космическом корабле, кроме металлической обшивки стен, кучи приборов и механизмов, ничего нет. Игра распространяется по системе Free-to-Play. И у многих, наверное, возникает вопрос, как в Dead Effect 2 дела с донатом. Донат в игре достаточно мягкий, то есть в принципе на прохождение он особо не влияет. Отдельной строкой отмечу, что помимо сенсорного управления в игре присутствует полная поддержка контроллера. Если у вас есть геймпад, то можно совершенно спокойно поиграть, используя его. В целом шутер годный, в будущем также в него планируется добавить мультиплеер, который, на мой взгляд, даст игре вторую жизнь. Вопрос о том, качать или нет, может стоять только в двух случаях. У вас слишком слабое устройство, либо вы просто не любите шутеры. А на этом всё. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!